Всем привет, это видео на канале Комфи. Я сейчас вам расскажу про новую iOS 13, Beta 1, поэтому вам рекомендую не устанавливать, вообще не парьтесь с этим, потому что она еще до сих пор нестабильная, поставить ее тем более тяжелее, чем в прошлом году, и в позапрошлом, и 3 года назад. Но, тем не менее, я это сделал, установил на все свои устройства, и сейчас поделюсь вам, что нового, и что вам точно надо знать, почему вам надо ждать этого обновления. Обновление выйдет осенью, оно будет доступно для всех устройств, начиная с iPhone 6s, то есть, если ваше устройство было выпущено позже, даже iPhone SE, то вы сможете накатить себе новую версию операционки. На сегодняшний день доступ к бетке имеют только разработчики. Ну, я не разработчик, но я честно купил себе за 100 долларов аккаунт разработчика и получил доступ ко всем файлам. И установил ее на свой iPhone XS Max и на iPad Pro последнего поколения. Ну что ж, давайте по изменениям. Первое, что вы замечаете прямо при старте любого устройства, будь то iPad или iPhone, это выбор режима, светлый или темный. Да, теперь, наконец-то, в iOS появилась темная тема. И, кстати, да, iOS теперь у нас только для смартфонов, потому что версия операционки для планшета называется iPadOS. Некоторые считают, зачем их было разделять. Я же считаю, что это крайне верное решение. И более того, мне кажется, это логично, сейчас объясню почему. Но я думаю, что даже обновления будут прилетать в разное время. Раньше как? Если iOS обновлялась, то обновлялся сразу и смартфон, и планшет. Хотя, по факту, это разные устройства. И, естественно, лей-аут операционки должен быть также иным. Потому что у нас здесь большой экран, у нас есть возможность подключить клавиатуры, различные шорткаты и много всего остального. Даже раньше было. Сейчас это устройство превратили фактически в компьютер уже без каких-либо компромиссов. И про это сейчас поговорим. Именно поэтому я считаю, что это разные операционки, пусть и работающие на одном ядре. Темная тема работает практически везде. Естественно, это допилится еще к финальной версии, и багов вообще не будет. Но выглядит достаточно хорошо. Зачем нам нужна темная тема? Дело в том, что все практически айфоны современные, за исключением XR, сегодня имеют OLED-дисплей. А OLED-экран лучше всего работает именно с черным фоном по части энергосбережения. Поэтому, если все будет так, как надо, то смартфон станет намного дольше работать. Появились новые обои. Пока что их немного, но это своего рода демонстрация, что нас ждет в будущем. Потому что каждая обоина теперь имеет разделение на светлый вариант и на темный. И при выборе вы сразу видите, что эта обоина будет вот так выглядеть в светлом режиме и вот так в темном. Кстати, сам ночной режим может включаться как автоматически по заходу солнца или заданному графику, так и вручную. Существенно изменилась клавиатура. Клавиатура для iOS и теперь уже iPadOS, я считаю, была одной из лучших вообще доступных на рынке. И несмотря на то, что другие клавиатуры также можно устанавливать на свое устройство на iOS, ими практически никто не пользовался. Поэтому их так мало и выходит. Теперь, во-первых, кнопочка Emoji вынесена в отдельную клавишу. И вам не надо переключать по несколько раз языки, чтобы получить раскладку Emoji. Появилась поддержка свайпов. Это очень удобно и круто. Но пока что для русского и украинского этот режим недоступен. В операционке появились новые Memoji. Memoji это ваш аватар, который вы сами для себя настраиваете. И потом вы можете им общаться, можете создавать стикеры. Некоторые стикеры автоматически создаются из вашей Memoji прямо в систему. И теперь вы эти стикеры можете использовать не только в iMessage, но и вообще практически везде, где доступна клавиатура, в том числе и в сторонних мессенджерах. То есть в Telegram вы тоже сможете отправлять свои стикеры, которые будут отправляться не просто гифкой или картинкой обычной, как фотография, а именно в режиме стикеров. При оформлении Memoji вы можете использовать намного больше инструментов. пирсинги, включая пирсинг языка, различные оттенки, подбородки и так далее. Существенно обновилась галерея. К ней надо привыкнуть, но отмечу некоторые моменты. Появился ползунок дня, недели, месяца и года. И таким образом вы можете просматривать самые значимые события, используя этот ползунок. Также теперь все фотографии можно зумировать щипком. Еще в галерее появился новый плеер. К примеру, если вы дали сталь до какого-то видео, ролик начинает автоматически проигрываться, и снизу у вас новые элементы управления. И стоит отметить, что теперь есть новый фото и видео редактор. Раньше этого не было. Теперь доступно намного больше инструментов. И базово обработать фотографию без проблем можно прямо в галерее. Но также и с видео вы можете делать достаточно много всего, применяя различные фильтры, эффекты. Естественно, есть много инструментов. И даже корректировка перспективы. Наконец-то обновился контрол-центр. И прямо из него можно выбирать как Wi-Fi, так и Bluetooth-сети. Этого очень не хватало. Существенные обновления претерпели также приложения заметки и напоминания. Если заметки у нас со временем обновлялись и были достаточно функциональными, я только ими и пользуюсь, то напоминания практически никогда не обновлялись с iOS 7. И теперь эта тудушка превратилась в нормальный сервис, которым можно пользоваться, причем даже коллаборироваться с другими людьми. Претерпел изменения и магазин приложений App Store. К примеру, для того, чтобы вы увидели обновление ваших установленных приложений, надо нажать на свою иконку. Это как бы ваш профиль, где вы можете посмотреть все свои покупки, подписки и, конечно же, установленные приложения. Меню «Универсальный доступ» раньше было спрятано глубоко в настройках смартфона, хотя там очень много важных функций и, в частности, для людей с ограниченными возможностями. Теперь этот пункт вынесен в главное меню и он стал полностью анимированным, то есть там появились иконки под каждый пункт. Очень круто обновился браузер Safari. Причем для смартфона это просто хорошо, а вот для планшета это фактически спасение, потому что теперь этот браузер распознается как десктопный. Вы можете пользоваться взрослыми версиями таких сервисов, как Google Документы, для этого теперь не нужно отдельное приложение. Вы можете нормально загружать видеоролики в YouTube и просматривать без перекидывания постоянного в приложение YouTube. В приложении «Музыка» появилась «Хараоке», то есть теперь текст подсвечивается по мере того, как он исполняется. То есть если, как и раньше, исполнитель добавляет все содержимое своей песни в отдельную графу «Текст», то теперь вам не надо будет переходить в отдельный пункт «Показать текст», он будет сразу же отображаться в красивом виде во время воспроизведения. Существенно обновилось меню шеринга. Раньше в ISE это было сложно и непонятно, теперь у нас есть одна строка с доступным шерингом, и самое главное появились шорткаты. К примеру, вы смотрите ролик через приложение YouTube, а в приложение «Команда» вы добавляли себе команду для скачивания видео с YouTube. И когда вы нажмете на кнопочку «Поделиться», у вас будет этот шорткат. То есть в нужном приложении сразу же отображается нужный шорткат. В сервисе Health появились тренды. Вы можете отслеживать, как хорошо вы преуспеваете за определенное время. К примеру, как обстоят дела с вашими разминками, занятиями и так далее. Наконец-то изменился ползунок громкости. Он теперь не перекрывает центральную часть экрана, а отображается с краю. В камере появились новые портретные режимы. В точке доступа, когда вы хотите раздавать Wi-Fi со своего устройства, появилась возможность настройки семейного доступа, чтобы ваши члены семьи, которых вы добавляете в iCloud, не должны были запрашивать пароль. Ну и давайте теперь немножечко про iPadOS, про главные фишки, которые меня больше всего порадовали именно здесь. Конечно же, у нас появилось новое отображение рабочего экрана. То есть теперь это не просто иконки, которых, кстати, теперь на каждом экране стало больше. А на крайнем левом есть еще и док со всеми виджетами, и вы их можете настраивать. Я, к примеру, настроил, чтобы даже в скрытом состоянии виджетов у меня отображались часы, погода и напоминания. Отображение, по-моему, называющееся slide over screen, которое отображается просто поверх окон, теперь фактически является вторым айфоном прямо в планшете. То есть вы отображаете там какие-то окошки, их может быть и несколько, к примеру, плеер, документы, заметки, еще что-то. И когда оно видно поверх главного окна, вы можете простым свайпом по нижней черточке переключаться между этими запущенными приложениями, как на айфоне. Свайп вверх показывает все карусели из этих приложений. Ну и, конечно же, свайп с левого края в правую сторону убирает их в бок. Потом их можно с того же бока и вытянуть. И вообще с многооконностью сотворили какие-то чудеса без всяких преувеличений. Потому что вы теперь, к примеру, можете разместить две заметки на одном экране, два браузера на одном экране. Вы можете разместить браузер и заметку. В браузере можете открыть YouTube. Во втором окне можно файлы открыть. В файлы, наконец-то, можно подключить какую-нибудь SSD-шку, флешку, какой-нибудь накопитель. И прямо оттуда вы можете просто драг-энд-дропом перемещать файлы сразу в загрузку на YouTube или в какое-то облачное хранилище. Или, к примеру, вы здесь открыли Safari, здесь заметку, перетягиваете просто ссылку в заметку. Потом эту ссылку вы можете перетащить куда-то в свободное место, откроется страничка. В общем, там столько всего, друзья. И это стало едва ли неудобнее, чем компьютер. Появился тройной жест. Он работает для копирования, для вставки, для отмены действий и для вырезания. В 2019 году мы дожились до того момента, когда к iPad можно подключить мышку. Причем как по проводу через переходник, так и по беспроводу. Я подключал совершенно разные мышки, все работает. Выглядит не очень круто, потому что у нас фактически не курсор, а такой кружочек. Можно настраивать его цвет, размер, можно настраивать кнопки вашей мыши. Но для чего это сделано? Явно не для того, чтобы вы могли в игрушки залипать или пользоваться какими-то редакторами. Включается эта возможность в универсальном доступе. Соответственно, скорее всего, сделана для людей с ограниченными возможностями. Которые, кроме того, чтобы, к примеру, подвигать какой-нибудь контроллер, манипулятор, больше не могут взаимодействовать с устройством. Поэтому за это Apple огромный респект. И я не думаю, что именно эта возможность будет как-нибудь развиваться для обычных задач. Но если мы уже заговорили про игры, то определенная революция произошла. Потому что теперь контроллеры от PlayStation и Xbox поддерживаются и iPhone'ом, и iPad'ом. Я уже это подключал, смотрел. В таких играх, как Grid, GTA, различные платформеры и этих игр будет становиться все больше и больше. Это работает отлично. То есть, фактически, как на консоли. И когда я запустил Fortnite, и там работает геймпэд, вы просто играете как на взрослой консоли со своим iPad'ом или iPhone'ом. Ну, правда, и кидает вас уже в игру с такими же пользователями. Это я к тому, что читерить не получится. Вы не будете играть с теми, кто играет с мобильных устройств на сенсорных экранах. Я уже немного говорил про приложение файлы. По факту, iPad получил нормальную файловую систему. Вы теперь можете подключать внешние носители. Отображаются совершенно любого формата файлы. Вы можете их перемещать, копировать, удалять. Появилось отображение в колонках, как на Mac OS. Все это очень круто. На самом деле, своего рода срыв башни произошел у меня, потому что я такого вообще не ожидал. И еще интересно то, что облачное хранилище iCloud теперь стало полноценным. Недавно я рассказывал, что iCloud это фактически просто дополнение для экосистемы Apple. Теперь это не так. Это полноценное облачное хранилище, где вы можете расшаривать файлы, документы, работать с ними, создавать папки и так далее. Обновился док для Apple Pencil. А также отклик от него стал не 20 миллисекунд, а 9 миллисекунд. Он продолжает быть самым быстрым стилусом, который вообще доступен для мобильных устройств. В общем, друзья, это основные изменения, на которые я сразу обратил внимание. Некоторые, я же говорю, мне настолько понравились, что я просто как маленькая девочка здесь радуюсь. Это, к примеру, поддержка контроллеров, это новые файлы, это работа с внешними накопителями, мультиоконность. И если вкратце сказать, что мне понравилось больше всего iOS или iPadOS, то я без сомнений скажу, что iPadOS это действительно будущее. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, подпишитесь на наш канал, а также смотрите на нашем канале видео про то, чего еще ожидать от Apple в этом году и видео про сравнение облачных хранилищ.